Всем доброго времени суток! На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем работать с фотографией вот такой девушки. Я сделаю всего лишь два действия. Отбелю ей зубы и осветлю белки глаз. Для этого мы будем использовать очень простой, но эффективный способ. Перейдем к уроку. Удерживаю клавишу Alt, я сейчас щелкну по второй с правой иконочке в палитре слои. Вот по этой иконке. В результате у нас появится окошечко «Новый слой», в котором мы выберем отдельные параметры. Удерживаем Alt, нажимаем на вот эту иконочку, которую я показал. Окно «Новый слой». Выбираем режим наложения «Осветление» или «Экран». И обязательно проставляем вот эту вот галочку в этот чекбокс, который называется «Выполнить заливку нейтральным цветом режима осветления черным цветом». Проставляем и нажимаем «Ок». В палитре слои у нас появился новый слой залитым черным цветом. С изображением у нас ничего не происходит. Создадим дубликат слой 1, который мы создали. Для этого нажму сочетание клавиш Ctrl J. Два раза щелкаю по надписи «Слой 1 копия», переименую этот слой и назову его «Белки». «Белки глаз». Так, вводится на английском. Изменим раскладку клавиатуры. «Белки глаз». Нажимаем Enter. Щелкаю два раза левой клавишей мыши по слою 1 и назовем этот слой «Зубы», чтобы нам не путаться и в дальнейшем было проще. Видимость верхнего слоя пока я отключу. Будем работать пока со слоем «Зубы». Выбираем инструмент «Кисть». Нажимаем английскую клавишу «Б» и на передний план мы должны с вами установить белый цвет. Увеличиваем масштаб изображения. Значительно увеличим, чтобы приблизить зубы. Это можно сделать с помощью горячей клавиш Ctrl+, к примеру. Вот так вот масштаба будет достаточно нам. Правой кнопкой мыши щелкаем в любом месте изображения и жесткость кисти примерно ставим на 60-70 процентов. Примерно вот так вот. С помощью квадратных скобок открывающей и закрывающей квадратные скобки мы увеличиваем или уменьшаем диаметр кисти. И начинаем обрабатывать зубы. Видите, какие они сразу становятся неестественно белыми. Но это мы исправим на следующем шаге. Вначале я провожу по контуру. Еще уменьшаем диаметр кисти. Почему я выбрал жесткость примерно 60-70 процентов? Это для того, чтобы воздействие кисти у нас не распространялось на губы девушки. Теперь внутри закрашиваем. Отключим видимость нижнего слоя и проверим себя, все ли мы закрасили. Видите, отдельные пиксели мы с вами не закрасили. Вот они у нас. Поэтому на этом шаге мы их докрасим. Так, включаем видимость верхнего слоя. Нажмем сочетание клавиш Ctrl-0. Изображение теперь мы полностью видим в рабочем пространстве фотошопа. И теперь с помощью ползунка непрозрачности мы приведем зубы в такое состояние, которое нам необходимо. Я щелкаю левые клавиши мыши на слово непрозрачность. Курсор мыши принимает вид руки с двунаправленной стрелки. Удержим левую клавишу мыши, введем влево, уменьшаем непрозрачность слоя. Вначале до нуля, потом постепенно поднимаем и наблюдаем за фотографией. Как только результат нас устраивает, мы останавливаемся. Ну вот так примерно я оставлю. Так, с зубами мы с вами разобрались. Давайте теперь перейдем на осветлим белки глаз. Сделаем активным этот слой. Включим его видимость. Слой зуба можно отключить. Опять увеличиваем масштаб, чтобы приблизить глаза. Квадратными скобками уменьшаем или увеличиваем, диаметр кисти и обводим белки глаз. Пока у нас тоже, конечно, все неестественно получается. Но, как и в случае с зубами, мы с вами легко приведем белки глаз в нормальное состояние. Проводим по краям. Немножко увеличиваем диаметр и внутри закрашиваем. Так, чтобы перейти на другой глаз, я нажимаю клавишу пробел. Курсор мыши принимает вид руки. И теперь я могу передвигаться по изображению. Отпускаю пробел. Опять у нас появляется кисть. Опять проводим по контуру. Меняем, где необходимо диаметр. Видите, уже совсем маленький. Так, теперь можно немножечко увеличить диаметр кисти и внутри обработать. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нажмем клавишу alt и щелкнем по глазику слоя белки глаз. И теперь мы увидим только то, что мы закрашивали. И устраним недостатки, которые мы не заметили на предыдущем шаге. Вот некоторые пиксели у нас здесь не выделены. Не закрашены, вернее. Сейчас мы это и сделаем. Нажимаю пробел. Появляется рука. Передвигаемся по изображению. И здесь тоже подкрашиваем. Так. Вот и все. Практически мы закончили. Alt нажимаю. Опять щелкаю по глазику слоя белки глаз. У нас опять загружается полностью изображение. Нажимаю Ctrl 0. И опять, как на предыдущем шаге, навожу курсор на слово непрозрачность. Щелкаю, удерживаю и регулирую непрозрачность слоя белки глаз. В начале до нуля. Потом постепенно поднимаю и наблюдаю за изображением. Ну, вот так бы я оставил. Включим видимость слоя зубы. И посмотрим. Вот такая фотография у нас была в самом начале. И вот такая стала. Немножко, наверное, все-таки давайте непрозрачность слоя белки глаз еще немножко уменьшим. Слишком яркие получились у нас глаза. 35% это много. Где-нибудь около 30. Давайте остановимся. Еще раз посмотрим. Вот такая фотография была. Вот такая стала. Я думаю, очень неплохой результат. Сольем слои. Нажимаю сочетание клавиш Shift Ctrl E английское. И все. Теперь эту фотографию можно сохранять. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok